МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Будущее ближе, чем мы думаем". Инновационные инженерные разработки, прорывные решения и уникальные проекты. Действующие модели, разработанные учениками московских школ. Это открытая научно-практическая конференция для школьников, инженеров будущего. В нашем университете собралось тысячи школьников для того, чтобы представить свои инженерные проекты в рамках конкурса, в рамках научной конференции инженеры будущего. И также десятки ведущих университетов Москвы демонстрируют те технологии, с которыми они работают с молодым поколением, для того, чтобы привлечь в инженерную науку, в инженерию как таковую, как вид деятельности человека, наиболее способную, талантливую молодежь. Очень важно, что в этих университетах и в нашем университете создается инфраструктура проявления молодых, талантливых людей, которые в будущем, конечно, составят костяк студенческого сообщества в нашем университете. Не только преподаватели вузов приглядываются здесь к своим будущим абитуриентам. Представители производственных компаний также ищут талантливых сотрудников. По их мнению, эта конференция – знаковое событие для педагогов, школьников, да и для всей высшей школы. Сегодняшняя конференция – это знаковое событие в этом году для ребят, для учителей, для педагогов, для высшей школы. Это мероприятие показывает нам вовлеченность в инженерный процесс уже сегодня со школьной поры. Сегодняшняя конференция объединила более 2000 школьников и 92 школы, которые выбрали инженерный путь. Это очень важно, поскольку определение уже сегодня в том направлении, которое ребят для себя сочтут нужным, даст гарантии того, что они более осознанно подойдут к своей следующей ступени развития, к выбору вуза и дальше к выбору своей специализации. Практикум криптоанализа простейших шифров, нанотехнологии и композиты, методы обработки изотерм-абсорбции, интернет-вещей и кибернетические системы, технологии цифровой экономики будущего. Это название только некоторых тематических секций конференции и мастер-классов ведущих университетов столицы. И, как всегда, огромен интерес посетителей и к стендовой защите практикоориентированных проектов школьников, учащихся инженерных классов Москвы. Модель тут на воздушной подушке. Работает он за счет нагнетения воздуха под днища самого судна. Интересен этот проект тем, что он может ездить по твердой поверхности и по воде. И отличается от других тем, что он энергоэффективный и экологичный. Это робот для патрулировых сетхнически опасных районов и аварийных зданий. Этот робот может быть использован как Росфасом, так и службами МЧС. Особенность робота в том, что он имеет децентрализованные вычислительные мощности, на борту он имеет два микроконтроллера. Я еще не определился с университетом, но для себя точно решил, что буду заниматься инженерным управлением. Я сделал манипулятор, который управляется с помощью био-нейросигналов человека. Я разработал уникальный интерфейс данного манипулятора, чтобы он управлялся с помощью мышц. Я бы хотел в будущем работать в серии электроники и программирования. Торжественное награждение победителей и призеров конференции. Высоко отмечены самые интересные разработки. И это только начало, ведь в будущем у школьников реализация их главных профессиональных проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова